Привет всем! В прошлом выпуске журнала я совсем забыл рассказать еще о некоторых ярких исполнителях 50-х годов. В то время по телевидению показывали аргентинский художественный фильм, в котором главную роль исполнила блистательная Лолита Торрес. Фильм этот шел где-то в середине 50-х годов. Образ этой героини, ее голос, красивые песни – все это покорило всех любителей искусства нашей страны. А вслед за этой картиной почти сразу на экраны вышла кинокомедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, где было очень много взаимствований, начиная с сценария с похожими интригами, мизансценами, массовками. Безусловно, героини обоих фильмов были похожи не только внешностью, но и голосами. Для начинающего режиссера это было настоящей находкой – найти Людмилу Гурченко. Даже движение музыкантов похоже в этих фильмах. Но, безусловно, Эльдар Рязанов – величайший кинорежиссер 20-го века, создавший лучшие фильмы в нашей стране. Вот наши музыканты двигаются вправо-влево. А вот и аргентинские музыканты также двигаются, только влево-вправо. Вот и вся разница. Ну, а теперь перейдем к началу 60-х. В 62-м году американский певец Эванс стал необычайно популярным во всем мире благодаря своей хитовой песне «Let's Twist Again». Он взял в себе псевдоним «Чаби Чекер». «Чаби» в переводе с английского языка означает «толстощокий». И так оно и было. Песня трансформировалась в супермодный танец «Твист», который распространился мгновенно по всей планете. Однако, как и прежде, это новшество эстрады было у нас запрещено на радио и на телевидении. «Волларе», что означает в переводе с итальянского языка «Летать». Итальянская песня, написанная Домиником Адунио и Франко Милячи, впервые была представлена на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 58-м году автором Адунио и второе исполнение Джонни Дерелли, где заняла первое место. В том же году эта песня представляла Италию на конкурсе Евровидения, где заняла третье место. В нашей стране эта песня стала чрезвычайно популярной в начале 60-х годов. А какие же песни пели у нас в стране в то время? В 61-м летом очень популярной была песня Арноба Баджаняна «По ночной Москве», которую исполнил замечательный певец Владимир Трошин. «Обратите внимание, в то время буржуазный свинг уже прочно закрепился на подмостках отечественной эстрады, а «Твист» пришел к нам годом позже. Перед новым 62-м годом на экраны страны вышел фильм «Карьера Димы Горина». Песню из этого фильма спела популярная в то время певица Майя Кристалинская. И песен популярной песни стала еще более популярной. Песня о друге в исполнении Олега Ануфриева. Из художественного кинофильма «Путь к причалу» кинорежиссера Георгия Данелия. Фильм этот вышел на экраны страны в 1962 году. Хотелось бы высказать свою точку зрения по поводу тех или иных исполнителей, которые мне в то время особенно нравились. Я следил за творчеством ленинградского певца Жанна Ватлява, а второе место в моем рейтинге занимал Олег Ануфриев. А из певиц первой в моем вкусе была Майя Кристалинская. Все любители джаза наверняка узнали эти позывные радиостанции «Голос Америки». В то время и я также окунулся в бездну этой чарующей музыки буквально с головой. На этом фото я добиваю свой старенький рояль своей буйной юношеской фантазии. А слева от меня в углу старенький рижский радиоприемник выпуска 1948 года. Я, как и многие музыканты в то время, постоянно слушал джазовую программу Виллиса Коновера. Вот только власть всячески с нами боролась и глушила почти все буржуазные радиостанции. И все-таки нет-нет, да удавалось послушать то, что помогало в освоении джаза. Для меня в то время песни советских композиторов отошли на второй план. Они мне стали менее интересными, как и сами исполнители. Но моя главная задача в этом видеожурнале – рассказать о той музыке и песнях, которые становились популярными именно в нашей стране и именно в то время в соответствии с моими воспоминаниями. Ну что ж, друзья, на этом разрешите закончить этот выпуск. Смотрите, слушайте, обсуждайте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мои страницы в YouTube. Всего вам хорошего. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok